Привет, друзья! С вами снова я, Антон Зет. К сожалению, лонгборд сезон подошел к концу, и мы с нетерпением ждем сезона 19. И пришло время подвести итоги и узнать, что же стало с моим любимым лонгбордом за этот сезон. 8 месяцев назад я вместе с вами на этом месте открыл огромную коробку от моих спонсоров Moonshine, и мы узнали, на какой доске я буду кататься в сезоне 18. Теперь мы можем посмотреть, что с ней стало за сезон, какие появились в ней трещины, сколы, и вообще, можно ли на ней кататься в следующем сезоне. Так что сейчас я вам все покажу и обо всем расскажу. Погнали! И как мы поняли, когда я только ее собирал, первое, что я сделал, я ее утопил, потому что сказали, что доски Moonshine водонепроницаемы. Так оно и произошло. Да, она типа никак не деформировалась, она не стала винтом, максимально ровная. Но есть небольшой нюанс с нижней стороны. Получается, рисунок пожелтел и стал желтым. Когда я вначале ее взял, она была белоснежная, очень белая и кайфовая. А теперь он сразу пожелтел. Скорее всего, какие-то микротрещины были, и вода туда попала, и появилась вот такая, не знаю, коррозия, ну или просто пожелтел белый цвет. Это, конечно, большой минус, но я думаю, что это произошло именно из-за того, что я ее кидал в мыльную воду, с солью, с пеной, со всеми химикатами. Ну, хотя я видел фотки других ребят, у которых тоже Outlaw, и у них вот этот нижний рисуночек тоже желтеет. Это, конечно, большой минус, потому что она немножко потеряла в таком красивом цвете. Так, что мы смотрим дальше? Ноус, который был немножко приподнят, он полностью стерся. Из-за того, что я делал флипы, трюки, доска протиралась, и ноус стерся. Но не так сильно и критично. Также у него потерлись вот эти боковые части, где у нас колеса. Это тоже не сильно критично, потому что дальше они не будут стираться, когда они вошли вровень со шкуркой. Что касается Тейла. Вот с Тейлом тут уже чуть-чуть большие нюансы появились. Точнее, даже сказать, модификации. Из-за того, что я делал много трюков, флипы, трешки, прыгал через тачку, он максимально сильно стерся. Он стерся с правой стороны, так как я катаюсь регулярно. Это тоже не сильно критично, потому что он может стираться и дальше, пока не дойдет до подвески. Поэтому, если вот есть такой локборд, который защищается пластиком ABS вот таким, то он может стираться до того момента, пока не дойдет до деревесины. Дальше уже, конечно, будет немножко неудобно уже кататься и делать какие-то трюки. Но, в принципе, щелчок у этой доски еще имеется. Можно, конечно, начать кататься жестко в свече, стирать уже левую часть Тейла. Но и с этим Тейлом можно тоже гонять. Что касается наждака, который я приклеил, как я и говорю, я не очень люблю наждак, который идет именно кусками. Я люблю цельный рулон. Он немножко потрескался и в некоторых местах просто отвалился. Но это тоже не категорично, потому что основная масса наждака осталась на доске, и она хорошо держит ногу. И, в принципе, даже он не стерся, так как со временем наждак может стираться. Базу на этой доске я не менял. Я все время катался в минимальной базе для фрирайда, трюков. И даже я катался в донхилл, и было все максимально удобно и круто. На рисунке я делал и борт слайды, и 50-50 на подвесках. Как бы рисунок сильно не пострадал, только вот стикеры. Это очень круто, так как бывают такие рисунки, когда ты сделаешь один слайд, и все, у тебя типа все сотрется. Есть, конечно, небольшие царапины, но это все мелочи. Как мы знаем, основная проблема всех досок, которые приходят такой безжалостный длительный сезон, это их расслоение или трещины. У моей доски никаких видимых трещин вообще нет. Пластик ABS, который идет по кругу доски, максимально защищает нашу доску. Ноус сколько раз не летал в бордюр, ни разу не разбился. Это очень крутой плюс, потому что деревянные доски, у них идет уже вот такой крокодильчик. А у этой доски его нету. И добавлю, я на ней катался жестко. Некоторые мне задают вопросы, почему у тебя два болта ненормальных сзади, один тоже нормальный, а два нормальных. Ну это такая тема. Отвечу, потому что болты от Honda у меня сломали с этой стороны, когда я их пытался вытащить. Это очень странно, но скорее всего из-за того, что я прикрутил их очень сильно к прошлой доске и не мог вытащить никак эту буковку P. И поэтому там она обломилась. И мне пришлось поставить два классических болта. Но на самом деле это даже очень круто, потому что я смог делать трюки флипой. Вот этот уголок, где именно тот флипуется, мне никак не мешали вот эти железки. Так что для меня это даже было плюсом. И можно, конечно, поставить футстоперы, но я футстоперы не люблю. Что можно сказать про подвески, которые также я установил, когда мы открыли лонгборд. Вместе его собрали. Подвески были тоже новые. Подвески тут, конечно, пострадали. Из-за того, что я делал много прыжков на этой доске, флипов и прыгал через тачку, они деформировались и стали гнутые. Вот можно тут увидеть, что они стали гнутые. Это, конечно, сильно не влияет на ваш даунхил, на ваш круизинг или что вы хотите. Но когда вы катаетесь фрирайд, стираете колеса, то они стираются у вас неравномерно и получаются вот такие жесткие треугольники, рюмки. Поэтому, если вы хотите делать трюки на лонгборде, то не надо плакать за подвесок, то что они погнутся. Они в любом случае будут гнуться, будь вы это катаете фрирстайл или фрирайд на лонгборде, но если будет еще и прыгать так же, как и я. Это ничего страшного, но я стараюсь каждый сезон менять подвески, брать более ровные, потому что вдруг какой-то момент они еще сильнее согнутся и просто обломятся. А у меня уже такое было. А теперь и колеса. Колеса я в этом сезоне стер большое количество. Как мы помним, когда я собирал свой первый сетап, я ставил зеленые бладоренджи. Вот что с ними стало, во что превращаются колеса, когда ты их дотираешь до кора. Вот такие вот рюмочки. Я ненавижу кататься на маленьких колесах, поэтому, чтобы довести колеса вот до такой рюмочки, мне пришлось сильно попотеть и через свои, там, не знаю, эти страдания идти подниматься и делать каждый раз слайд. Потому что я люблю кататься на больших колесах, когда есть большая скорость и стабильный слайд. Тут слайд немножко непредсказуемый из-за того, что колеса немножко подстерты. Поэтому, типа, у меня вот так они чуть-чуть все по-другому стерлись, но вот это стерлось больше всего. Подшипники на этой доске я не менял. Honda такие же остались керамические. В принципе, они показали себя хорошо. Я катался и в дождь, и в грязь. Короче, везде, во все условия катался. В принципе, все было нормально. Никакие подшипники не разбились. И я этому очень рад. И, скорее всего, они у меня останутся на следующий сезон, если, конечно, ребята от Honda мне еще что-нибудь новенькое не пришлют. Таким образом, подведя итоги, лонгборд, в принципе, полностью готов до следующего сезона. Можно в нем кататься. Даунхилл, фрирайд и делать стрит-трюки. Но я, скорее всего, поменяю, потому что у Moonshine выходит каждый год новая версия Outlaw. И это будет версия Outlaw 2019 года. И, скорее всего, ребята мне ее пришлют, и я ее покажу. Концепт рисунка я уже видел. Вам его спойлерить я, конечно же, не буду. Но скажу одно, что тематика черепов у Outlaw всегда сохранится. И это будет новенький дизайн. По свету я еще не знаю. Мне бы хотелось бы красную вид, то, скорее всего, она будет такая же и зеленая. С этим сетапом я, конечно же, еще не расстаюсь. Не убираю его в полочку. Его еще ждет зимний сезон, так как у нас будет зимний лонгбординг. Я хочу вам показать, что такое зимний лонгбординг. И, скорее всего, рисуночек наш сотрется, если я буду кататься без подвесок. Но будут разные модификации катания на этом лонгборде зимой. Я вам все покажу, все расскажу, и вы все это увидите. И сможете даже все сами повторить. Но только если у вас не деревянный лонгборд. Ну вот, ребята, что стало с моим лонгбордом. Я максимально жестко на нем катался. Показал он себя отлично. Мне эта доска очень сильно понравилась. Так что, если вы хотите себе приобрести очень качественный лонгборд, то это будет доска именно от Moonshine. Потому что она сделана технологично, прочно и максимально универсально для всех стилей катания. Потому что на ней можно кататься и фристайл. В моем видео этому доказание. Ну а колеса, я думаю, уже каждый знает, какие себе выбирать. Так как каждый уже, наверное, за этот сезон научился слайдить. По моим обучалочкам, которые тоже здесь есть вверху. Так что, ребята, не унывайте, что сезон заканчивается. Есть сноубординг. Это очень крутая замена лонгборда зимой. Вы можете тоже так же кармить, делать слайды, перчатки. Только уже без слайдпака. Все мои обучающие видео по сноуборду будут на моем канале. Я буду рассказывать. Ну а также будет зимняя катка на лонгборде. Что, я думаю, будет вам очень интересно. Ну и по традиции, подписывайтесь на мой канал. Ставьте много-много лайков. Пишите в комментариях, что произошло с вашими досками. Какие хотите покупать доски. И что вы ждете от сезона номер 19. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Антон Звягинцев. Сверху колокольчик. Пока-пока.